угощать духа святого лично в своей жизни часть 2 мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора буслова познания познавая бога внутри себя мы говорили в первой части как последнее время плохие поступки людей будут распространены в греховном мире и иногда будет проникать и в собрание верующих и угощает духа святого личном своей жизни сегодня поговорим о положении церкви и отношении некоторых верующих по отношению к духу святому сначала посмотрим что не нужно делать а после и как правильно себя вести как не уж как не угощать духа святого в жизни всегда помните что он есть он живой все видит и слышит никогда не откидывайте духа святого в сторону а наоборот в любом общении служение всегда ставьте духа божьего в центр своей жизни пусть дух святой станет вашим напарником помощником советчиком вашем служении вы и он во всем спрашивайте у него совета как поступить как лучше сделать дух святой теперь когда мы своей жизни посвятили богу неотъемлемая часть нашей жизни не игнорируйте его в третьей части я расскажу о тех кто имеет духа святого последнее время и что будет на земле происходить конечно коротко задайте вопрос богу кого вы обидели случайно и у кого попросить прощения сегодня мы много говорим и будем говорить о боге иисусе христе и духе святом на нашем канале следите подписывайтесь на канал чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии последние дни во времена тяжкие когда последние дни во времена тяжкие почему будут времена тяжкие потому что люди будут самолюбивы сребдолюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы недружелюбны станут непримирительны клеветники сплетники невоздержанны жестоки нелюбящие добра будут предатели не будут держать слова которые дали договора которые подписали наглы напыщены более сластолюбивы нежели боголюбивы будут и ведь ведь будут и ведь не иметь вид благочестия силы же его отрекшиеся друзья будут иметь вид благочестия но не силы благочестия отрекшиеся не потерявшие не научившиеся а отрекшиеся они узнали что такое благочестие но сознательно отреклись это написано во втором послании тимофею глава 3 стих с 1 по 5 они отреклись от любви радости мира долготерпения доброты доброжелательности верности кроткости умение владеть собой сдержанности силы духа святого который нас ведет к любви и богу и благочестию отреклись достигла и до нас царствие божие матфея 12 глава 28 стих евангелие от матфея иисус христос сказал 12 глава стих 28 если же духом божиим изгоняя бесов то конечно достигла до вас царствие божие матфея 12 глава 28 стих иисус христос изгонял бесов исцелял освобождал духом божьим как и сейчас сегодня церковь божья дети его духом божьим исцеляет освобождает изгоняет бесов именно эту силу духа святого и отвергли некоторые люди построение взаимоотношений с духом святым дух святой скажут они нужен но исцелять освобождать нет служить церкви дарами служения духа святого зачем нам это не нужно лучше просто прийти в собрание приносить приношение и посидеть поставить галочку что был церкви и обратно домой к своим делам обычно такие люди говорят вы наверное слышали иногда конечно не не в нашей с вами церкви но я же не пью не курю я же не употребляю наркотики и так далее то есть оправдание законом и в то же время сильно осуждают обсуждают судя тех кто упал ошибся и к ним не имеют никакого милосердия но это естественно для них а за стенами церкви собрание самолюбивы сребролюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы и недружелюбны непримирительны не могут извиниться или простить клеветники сплетники невоздержанны жестоки нелюбящие добра они будут предатели не буду держать слова которые дали договора которые подписали наглый напыщенный более сластолюбивы нежели бога любил и про них апостол павел говорит что они имеют вид благочестия силы же его отрекшийся им не нужен дух святой чтобы служить для братьев и сестер друзья самое главное что им не нужен дух святой сила его здесь каждый человек принимает решение сам личное решение никто не в ответе за его решение построения взаимоотношений с духом святым или принять и служить и приращивать себя любовью к церкви или быть отдельно угоша святого духа лично своей жизни и мне нужен дух святой плоды пребывания духа святого в нас сила духа божья чтобы любить радоваться иметь мир долго терпеть и быть добрым доброжелательным верным кротким уметь владеть собой быть сдержанным силы духа святого который нас ведет к любви богу и благочестию отреклись им не нужен дух святой и более удобно угощать духа святого лично своей жизни иуды иуда написал что последнее время появятся такие люди это послание от иуды первая глава стихи 17 по 19 но вы возлюбленные помните предсказанное апостола господа нашего иисуса христа они говорили вам что последнее время появятся ругатели поступающие по своим нечестивым похотям это люди отделяющие себя от единства веры душевные не имеющие духа это послание от иуды первая глава стихи 17 по 19 да будут и такие люди которым не нужны плоды духа святого в их жизни им и так хорошо и дух святой нас ведет к любви богу и праведности но мы не относимся к таким людям правда друзья внимательно слушайте духа святого внутри вас угощать духа святого в себе духа святого в себе можно и постепенно как бы просто не давать ему в полную силу нас вести освещать изменять вроде бы такие мелочи как обида сплетни неправильная телепередача информация соцсети которая ведет к спорам они могут угощать духа святого лично в нашей жизни но внимательно слушайте духа святого внутри вас вы будете чувствовать неудобства в сердце откуда-то взявшись от тревогу сомнения все это дух святой говорит извинись переключи канал отпишись от этого человека мир и голос духа святого намного важнее этой телепередачи в общении дух святой дух божий центре беседы или когда мы обсуждаем брата или сестру дома в четырех стенах друзья нас видит нас не видит тот человек но дух святой в вас с вами и он слышит все и обижая переломая перемалывая косточки сестры брата вы обсуждаете и духа святого внутри него дух святой видит и угощает духа святого сестре братья угощайте духа внутри себя как не угощать духа святого лично в своей жизни всегда помните что он есть он живой и все видит и слышит никогда не откидывайте духа святого в сторону а наоборот в любом общении всегда ставьте духа божьего центр своей беседы о братья или сестре угощать духа святого лично в своей жизни игнорирование и еще одна ловушка это и это игнорирование духа святого когда получили откровение от духа святого запишите не понимаете обязательно спросите у него в молитве что он хочет сказать вам но не молчите не игнорируете его друзья он любит вас и хочет с вами вести диалог вы и он он не будет вас вести как раба заставлять без заставлять без вашей воли это вторая часть в подкасте угощать духа святого лично а в третьей части я расскажу о тех кто имеет духа святого последнее время и что будет на земле происходить конечно коротко подписывайтесь сестры и братья задайте вопрос богу какую передачу перестать смотреть спросите прямо сейчас помолитесь и спросите задайте вопрос и конечно я приглашаю вас с нами в путешествие по страницам слова божьего подписывайтесь и будьте с нами а сейчас я заканчиваю если вам понравилась запись или получили слово откровения от духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь